Главная рождественская драма в исполнении актеров любого уровня. В фестивале вертепных театров, который пройдет в Вологде впервые в начале января, планируют принять участие не только профессиональные театральные коллективы. Семейный клуб «Сретение», который действует при храме святых апостолов Петра и Павла в Вологде, впервые показал свое представление прихожанам еще в прошлом году. На этот раз готовы выступить перед широкой публикой. «Ой, глядите-ка, звезда! И какая же большая, прибольшая, золотая, золотая да пресветлая!» В основе кукольного представления – евангельский сюжет о рождении Христа. Святой вертеп, что в переводе со старославянского – «пещера-ущелье», место, где появился на свет младенец Иисус. Там его укрывали от царя Ирода. Вертеп – это и своего рода разновидность театральной ширмы, которую специально готовят для рождественского действия. Есть такая небольшая хитрость. Здесь есть вот такая выемочка, и рука движется вот здесь. И кукла как будто бы сама ходит по пролези. Сцена в вертепе двухъярусная. На верхней происходит поклонение новорожденному младенцу Иисусу – ангелов, волхвов, пастухов. На нижней – эпизоды с Иродом и его злодеяниями, за которые он поплатился жизнью. Ах ты, род проклятый безумный! Не дам тебе и минуты! Куклы из подручных средств, ткани, соломы, фольги мастерили сами дети. Украшения вертепа тоже доверили юным артистам семейного клуба «Сретение». Мы с Таней красили стенки у вертепа, чтобы было красиво. Не просто он деревянный был, а был цветной. Мне очень нравится, потому что здесь все так как бы необычно, потому что все здесь вместе работали. Театральный жанр, он для детей всегда очень увлекателен. Но сам процесс подготовки к празднику, когда они посвятили этому много времени, проживали своих персонажей, жили, можно сказать, этой историей на протяжении какого-то времени, мне кажется, он очень важен как подготовка к этому светлому большому празднику, как подготовка такая морально-нравственная, настроение определенное. Особую атмосферу создают и духовные песнопения, рождественские колядки, которые сопровождают представления. Вообще свою историю вертепа ведут с 17 века. Нередко такие представления называют забытой рождественской традицией. Хотя в наши дни она возрождается и в профессиональных, и в домашних театрах. Вертеп как раз вводит и тех, кто воцерковлен, и тех, кто еще не воцерковлен. И вот через такую интересную форму, через кукольный театр люди постигают рождение Господа Иисуса Христа. Рождественскую историю в предстоящий праздник 7 января в Вологде покажут театры со всего Северо-Запада. Впервые новогодняя столица Русского Севера примет фестиваль вертепных театров. Он станет одним из ключевых событий праздничной программы. Своё участие уже подтвердили коллективы из 12 городов. На Кремлевской площади развернутся шатры. Жителям и гостям города представится уникальная возможность увидеть самые разные вариации представлений с одним-единственным сюжетом. Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Анна Богачева, Михаил Протасов, Вологде Портал.